Подвластны нам и пламя, и вода, и воздух, и волны прибой, и лихой прибой, и лихой, и опять не выручил уроки. Каждый раз я как будто бы, блин, не знаю, двойку сейчас получу, и меня дома накажут. Привет, народ! Мы сегодня Чародеек смотрим 22-ю серию, если я не ошибаюсь, она называется Калибу Забили Стрелку. В предыдущей серии, как всегда, идёт война за Эллион Браун, всё, никак не могут победить несчастного Фобоса. Эллион уже достала. Слишком много вокруг неё шума. Да реально! Шуп-шуп, жопа! Сколько можно? Сейчас в этой серии тоже какая-то такая будет история. У меня импульсивное желание сегодня перемотать её. Ну давай, ладно, ладно. Но сегодня не хочется сегодня, ну, ребят, ну! Землю спасти! Чародейки! И как вам не знать, что я не пел всё это время, а? Калибу брошен вызов. Вау! Они стащили с земли дрель. Причём такую электрическую дрель. Шупый повёрт. Да-да-да. Зерно. Сколько сил стоило его вырастить? Желей. Если поймают, Фобос заточит нас навеки. А, это тебе вообще абсолютно не помеха. Тебя раза, кажется, три останавливали и заточали. Больше, мне кажется. Это только что нам показывали. А сколько улов, что нам не показывали. Мне если очень повезёт. Они голыми руками с ними драться будут? Да-да-да, это же главные герои. Им нельзя никого убивать. В своём мире, ладно. Это нормально. Сегодня буду защищать абсолютно любой несостыковочный бред. Ой, да. Я правильно поняла, что он победил её с помощью попкорна? Ну, я не надумала это себе. Нет-нет, всё нормально. То есть, жара от свечи хватило для того, чтобы взорвать... За пять секунд приготовился попкорн. Ну ладно. Давай, это утрированно, да-да-да, это меридианский попкорн. Ну, очень находчиво. Это меридианский попкорн. Это наш земной, надо вот на сковородке ещё, вот знаешь, вот ты ждёшь, когда-нибудь там взорвутся. Да-да-да. И плюс ещё не всегда ты такой открываешь, уже готов. Всё, а тебя в харюк-харюк долбанёт последний, разбрасывает по всей плите. А вот меридианский попкорн. Я такое ощущение, что мне заплатили за эту интеграцию. Да, он прям сразу... Меридианский попкорн. Что происходит? Вениграч! Вениграч! Короче, друга заманили в ловушку. Нанесёмся в ловушку, завалили. Айнам не объяснили, почему они туда пошли, да? Ну, как бы там просто... Ну, зерно может украсть голодные. Меридианцы-то голодают. Да, нам уже дали по ней. Да-да-да, есть нечего. Спасибо, что помогаете мне с конкурсом. Да ерунда! Всего 10 тортов, 20 кексов, 200 пирожных и 300 печенец. Так, классно. Опять же, вот эта закономерность. Очередь сегодня Корнелии куда-то ввязывает на этот раз кулинарное какое-то шоу. Кулинарное. Блин, ну это выглядит, это список какой-то прям вопиющий. Да, мне кажется, наутрирует. Не может быть там 300 пироженок, ну... Они что, кондитерская? По списку идут. Не каждая кондитерская вывезет такой объём. Зачем же столько? Раз всё равно стараемся для школы, можно испечь больше и раздать повстанцам. Чур, я оближу ложку! Я не буду чавкать! Вот это так здорово, что... Не, мне всё больше и больше единения с этим мультиком, потому что... Я тоже любила облизывать ложку. Ну, конечно! Я тоже! Вот эти... После кремушка, после миксера... Апликсера вот эти вот... Вот сюда, в эти вот штучки, щелечки, да-да-да. И ещё включить его, чтобы тебя намотало... Нет? Ну, в общем, я просто... Я просто думаю, это же... От бедности, да, всё это? Нет, почему от бедности? Вкусно! Да, понятно, что это вкусно! Ну, почему бы тебе взять, вот, ложкой не съесть? Я думал, что это мы... Ну, мама, мать не разрешает, потому что... А вот с этих остатков... Ну, просто вот это вот... Америка, богатая Америка! Да, это же не от бедности или богатства! Это от того, что вот эта порция для торта! А вот это всё остальное, ну, ешь, на! А ещё, мне нравилось, когда... Знаешь, когда коржи? И когда коржи ровно режут, эти остатки остаются от коржей. Вкусненькие! Хрустященькие! Ой, блин, это было хорошо! Хочется торт спечь только для того, чтобы объедки поесть и вспомнить! Да, это как кодоролы мы крутим! А, жопки эти, да? Жопки-то вкуснее! Нет, мам, ничего! Посижу с девчонками! Пока! Мы с тортиками ещё! Продлили конференцию на день! Не приедут сегодня! А, какой отсюда вывод? Точно! А, как же тортики! Нет, нормально, они в форме чародеек, просто двойную! А, типа, быстрее спекут? Конечно! Огонь, вода, сахар! Феи бутербродов! Прям меня все забыли! Схватили воров на складах! Должен признаться, один ушёл от нас! Что ж, такое случается! Мы тебя не боимся! Зерно принадлежит народу! Принцесса Эллион выслушает жалобы! Поручаю их тебе, милая сестра! Ловушка, будьте начеку! Что-то тут не стыкуется! Вы не очень похожи на воришек! Мы не воры! Но вас поймали! Зерно заготовлено для всех! И ни одна мелкая шайка не вправе! Мы не мелкая шайка! Мы это королевство Меридиан, страдающие от тиранией Фобоса! Тирания? Мой брат беззаветно служит обществу! Принцесса Эллион, вы заблуждаетесь! Я знаю одно! Я хочу сделать королевство Меридиан Райан! У меня столько идей! Моя сила растет с каждым днем, что я здесь! Скоро я смогу отводить воду на поля! Научу получать электричество! Печатать книги! Всему, что я узнала в школе, я вас научу! Королевство Меридиан станет счастливым! Нам бы очень хотелось! Но Фобос не позволит! В здешних бегах виноват не Фобос, а мои бывшие подруги, некие стражницы! Они всюду сеют ложь! Они причина страданий ваших семей! Да? Знаете, что и нынешняя завтра... Она их гипотизирует! Выглядит как будто внушает! Ну да... Вина! Так и вижу, как Ирма! Своей власти над водой не дает пролиться дождю на полях! Тарани! Сжигает посевы! Корнели! Обращая чернозем в пыль! Ахайлин развивает эту пыль ветром! Звучит правдоподобно, учитывая, что они ведьмы! А что делать в это время? Как всегда ничего! Контролирует! Она лидер! Мало бедствий! Еще! Еще! Мы счастливы, что вы вернулись, принцесса! Покажу вам, что я уже умею! Раскрой ладонь! Я такой... Сука, они проросли у меня из ладоней! Не, ну круто, конечно! Срезай каждый день по чуть-чуть! Не выдергивай, скажи... Мои семьи хватит! Ты каждое утро просыпаешься, а у тебя хлеб на руке! Хорошо! Такой вонючий хлеб, потому что тебе приходится умыться тоже, ну... Я вижу, что ты хочешь добра! Тогда давайте заключим мир между повстанцами и троном! Навсегда покончим с рознью! Я договорюсь с братом! Стража! Пусть возьмут столько зерна, сколько смогут унести! Ну, а они какие-то уже вообще неадекватные! Мы же это по зрачкам, понимаем! Вы думаете, ты нас проведешь... Мы все заметили! Зеркало, глаза, душа! Глаза, зеркало, душа! Вы знаете, что сейчас делает ваша сестра? Освобождает воров, ратует за мир в стране, а надо отвращение чисто сердцем! Вы смолчите, ведь козырь у вас! Сестрица здесь! Отбирайте ее силу! К чему ждать? Она еще не достигла пика силы! Зачем довольствоваться частью? Но мятежники... Вернутся заключать договор и приведут других, поверив в безопасность! Сестра, сама того не ведая, умеет быть убедительной! Мудро отпустить троих бунтарей, чтобы потом захватить всех! Так они под убеждением или под заклятием? Мне кажется, они под влиянием! Третье слово, синоним! Четыре чашки воды! Запросто! Положить все в миску! Мука рождена землей! Обойдемся без миски! Тщательно перемешать! Выпекать 30 минут при температуре 300 градусов! А 7 тысяч градусов за минуту! Шутка! Мы кого-то ждем? Очень удобно! Знаю, что интрига, но я всегда думал о том, чтобы они применили свои способности в быту! Да, да, да! Хоть раз! Просто в прошлый раз, это очень, кстати, характеризует Вилл, потому что она вначале такая, ой-ой-ой, мы не будем использовать свои силы для себя! Я не поменяюсь в этом духе, спустя 15 серий, они выпекают у себя дома кондитерские изделия! Ну, она подрасслабилась! Ну, кстати, я вот, я что-то заметил, что нежелательно припоминать людям за их прошлые какие-то... Человек же меняется, посмотри, они растут, и они через столько прошли! Требовать от них того же поведения, ну, я думаю, что это неправильно. Но это не относится к третьему сезону H2. Тотар, мне запрещают открывать дверь, если я одна. Он пытается войти! Стоп! Это Калеб! Что случилось? Беда. Засада. Пробрались в замок добыть зерна. Там стража. Олдрены еще двое схвачены. Нужно их выручить. Пропало наше печенье. Бланк, ты умеешь готовить? Да, да, Бланку, умник! Не говорите, что они доверят Бланку приготовить печенье. Он все же в конце такой, я еще... Оно же будет мусоркой варенеть. Я еще вкуснее сделал, прикинь. Намешал. Вместо орехового... Во-первых, это не единично. Он воняет, и он грязный. Вряд ли он будет в перчатках все это делать. А даже если и да. Они накормят это все одноклассникам. Вообще очень хорошо. Мы оставим ходячий желудок следить за едой? Даже он столько не съест. Надо спешить. Бланк, вот книга рецептов. Печенье не ешь. И книгу тоже. Я виноват. Какой я после этого лидер? Ты замечательный лидер. Ты сам не знаешь, какой ты хороший. Какая милота. Провиант для меридианцев. Реально, как Айлина, она... Ничего не вижу, ничего не слышу. Вижу цели, друг цели. Я вообще в целом кайфую по жизни. Портал сквозь, который я шел внизу. Да. Понятно. С тех пор, как кристалл впитал печать Фобоса, нам больше незачем лазить в колодце. Я только хотел сказать, а зачем идти было все это время к этому порталу? Если у нас есть. Суперсильный кристалл. Кристалл, который может открывать порталы. Ну, может быть, для того, чтобы закрыть его? Слушай, они сейчас создадут новый портал. Нет, закрыть старый, с которого... Старый откроет новый. Теперь нужны бойцы и оружие. Олдорн! Ты свободен! Но как? Все принцесса. Откуда зерно? Стражники сами отдали его нам. На Меридиане все меняется. Скоро принцесса взойдет на трон. Нам незачем опасаться ее брата. Ты лишился рассудка? Не чуешь ловушки? Я говорил с ней. Ты не прав насчет нее и Фобоса, Калеб. А они видят то же, что видим мы. Ну, допустим, твой друг... Срочки они не видят. С которым ты знаком всю свою жизнь. Это для нас нарисовали? Я уже начинаю понимать этот прикол. Рубина говорит, ну, Саш, это для нас нарисован. Это не для них. Это чтобы мы поняли, как еще показать. Ну, как-то так и есть. Ну, типа, он не видит эти зрачки. Это для детей, чтобы дети поняли. И кричали через экран. Посмотрите на его зрачки, он уже не тот. Блин, это же мы. Фобос совершенно разные люди. Ее брат не ослабит хватку. Фобос не успокоится, пока не поработит все живое. Точно. В здешних бедах виноват не Фобос, а мои бывшие подруги некие стражницы. Они всюду сеют ложь. Они причина страданий ваших семей. Я вас раскусил. Принцесса вернулась. Мы все ее ждали. Нельзя требовать от народа бесконечных жертв. Сегодня мы подпишем договор. Не тебе решать эти вопросы. Подписание пройдет в полдень в долине Хугонгов. Там будем все мы. Не хочешь, чтобы я подписал? Так сразимся и выясним, кто из нас вождь. Ты помнишь, кто такие Хугонги? Да, вот эти вот. Нидо Страус. Да, да, да. Слышишь, это первая сеть. Вот здесь. Все вот тут. Неужели он верит, что Фобос изменит свои планы из-за мирного договора? А почему, если его убеждение, что чародейки это зло воплоти, он никак не объявил им... Боится, что они злые. И страшные, сильные, могучие. То ли он сопротивляется у себя в голове до сих пор, только как-то странно нанесет стыковку. Олдерну промыли мозги. Не знаю, на что способна Элион, но он как будто заколдован. Она этого не хотела. Признаю, что долина Хугонгов – идеальное место для подписания пакта. Это и есть Хугонги? Бабушка сказала, их считают птицами мира. Правда, милые? Местность здесь совершенно открытая. Засады быть не может. Вокруг только птичьи яйца. А может, Элион смогла заколдовать Фобуса, и никакого подвуха тут нет? Слишком велик риск. Мне придется сразиться с другом за лидерство. А как проходит этот поединок? Сперва состязание. Мы оба бежим через леса и косогоры, карабкаемся на скалы, пробираемся через болото с хищными тварями. А в конце нас ждет рукопашная схватка. Нельзя сразу просто рукопашную схватку. Нельзя сразу, да, реально, зачем это? Но это, чтобы вымытыть друг друга окончательно. Не, на самом деле, в этом есть какой-то смысл, потому что просто мордобой – одно дело, а другое на выносливость немножечко потаскаться. Ну, может. Шансы могут быть выровнены. В кухне там бланк. Эй, кто там на кухне голодный такой? Кто там на кухне там бланк? Да! У него неплохо получается. Петь. А мы говорили, что он в говно все превратит. Смотри, как у него на кухне все чисто. Хочет кошок. Ой! У него реально получается. Скучно. Есть рецепт банка. Шоколадная пицца. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Удачи, Калик. Я справлюсь, отец. Первый, достигший арены, перевернет песочные часы. Если второй придет, пока песок сыплется, будет бой. Хотите отказаться? Хорошо. Начали. А почему повстанцы не могут выбирать, кто будет их лидером? Типа... Там нет такого понятия, как демократия. Почему нет? То есть, законы, по которым выбирается лидерство, определяются силой не только у Фобоса и его свиты, но это распространяется вообще на весь Меридиан. Ясно. Просто они все в таком униженном положении, потому что у них не хватает сил. Ясно. Когда они придут в класть, они также будут узурпировать других. Ясно. Победит, да? Нет смысла тут стоять. Взлетаем на место, разгадаем план Фобоса. Что, если мятежники попытаются похитить принцессу? Это исключено. У мятежников своя церемония, у принцессы своя. Мою бедную Эллион ждет инсценировка. Ей ничто не угрожает. Раз мятежников нет, она решит, что те нарушили слово. И не увидит, какая судьба уготована им всей верхушке. Я подумал сначала, что он пока что-то иллюзию какую-то, что они все находятся на месте, а им покажут иллюзию, где она к ним пришла. Да, это что подумал, а он собирается... Просто чтобы они не пришли, а их там перебить. В целом тоже неплохой вариант, но наш как будто бы был бы поприкольней. Ловушек не видно, но затея с этим договором мне подозрительно. Да, мне тоже, но атака невозможна, по крайней мере внезапная. Войска увидят за много миль. Что-то в яйцах может быть. Ну, разумеется, бабочки. Нам нечего делить. Я думал, пробежка тебя отрезвит. Я не хочу с тобой драться. Ведь ты мой друг. Речь идет о судьбе Веридиана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусти меня! Что же мы упустили? Если ловушка не спрятана, то что? Значит, она на виду. Здесь на виду только залежи из хугангов. Фу, они липкие! Прикинь, правда он так? Один хуганг нерожденный. Не страшно. Или проверить гипотезу, что что-то... Давай-ка жахнем по одному яичку. Класс! Птенцы хугангов! Все понятно, это не птенцы хугангов. Просто взяли каких-то других мерзких тварей, покрасили их в яйца. Айлин, это не хуганги! Ларбекер! По крайней мере Олдерн справился. Куда уже должен был упасть? Стоит. И что мы знаем про этих тварей? Мамаша плетет над яйцами кокон из паутины. Они вынувились раньше времени. Это нормально? До того, как началась церемония. Да, до того, как пришла их цель. Повстанцы. Когда детеныши углубляется, сеть сжимается, предвигает к ним добычу. Эту ловушку мы, кажется, захлопнули. Ну тоже мне... У вас есть тарыня, который может прожечь дырку. Это же паутина. Сжимается быстро! Мы едины! А зачем они вообще обратно превращаются? Это энергозатратно? Ну вот ты в форме чародейки. Тебе прям плохо, да? Вроде ты можешь летать. Ну я имею в виду, у тебя может быть какая-то манна, у тебя ограниченное количество сил, и ты не можешь в этом режиме находиться. Ну, может, вы знаете, я просто думаю, раз уж ты прилетел на этот враждебный меридиан, зачем превращаться обратно в человека? Будешь всегда, да, чародейкой. Их паутина не горит! Забыла? Алина! Забыла. Не горит. Воздух прошел насквозь! Он так и идет с этой фигней на палке. Ты прикинь, насколько сильный чувак. Сильные ноги. Вот этот, я не знаю, черепах огромный. Сколько он весит? Одной ногой поднять его. Реально очень-очень сильно может. Это какая-то смесь ленивца и черепахи. Да. Вообще, художники этого мультика отрывались по полной. Столько персонажей новых понапридумывали. Все какие-то разные. В целом, есть теория, как создавать таких персонажей. Ты просто накрещиваешь, миксуешь, да, и получаешь всякую гадость. Круто. Мне нравится. Посмотри на него, он просто потрясающий. Смотри. Ну, прям, вот, драматично падает. Нет. Вот, вот, понимаешь, их жизнь, они сидят, вот, передвигаются. И вот, вот. Развлечения. Развлечения просто такой, а я выберусь отсюда. Вот среди всех этих недоумков, он говорит, я единственный. Вы все сидите в этой клетке, а я найду способ отсюда. И все начинают на нем смеяться, такой, да как, чё. Вот мы упускаем эту драму, смотрим за чародейками, чтобы отвлечься от главного. Вот, посмотрите. Тонкой линией показывает, вот он пытается, он нашел последний способ. Посмотри, вот, драматическое падение икара на землю. Вау. Вау. Не хорошо вспоминать обиды. Особенно в День Мира. Я решила простить всех подруг Если б наши родители видели тебя сейчас Что это? Ничего себе у них под землей какой аванпост Напоминает Зион немножечко Немножечко А, он пришел раньше, и теперь будет поединок А, крутяк схема Если не успевает до того, как чаша весов опустеет То тогда он автоматически становится самым главным Слушай, это реально крутое состязание Я тут подумал, она прям свеженькая Так, все, чародейки А, они под землю провалились, и Корнелия, типа Что? Не, ну вот, не просто Почему мы сидим такие Что? Ну, я чувствую себя тупым Что, не додумался? Да, 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 можно же было просто пророть дырку в земле Ну... Молодец, корни Все же смогла обмануть варвеков Сейчас набросятся Ну, я не думаю Вот вам, ну-ка закусите пыль А че с ними сражаться? Они же вне зоны досягаемости Они же, да, на земле Они же летать не умеют Просто со злобы Скорей, надо вернуться Корене И рассказать всем о ловушке Не пора ли прервать поединок? Не такой уж Каллип и крутой Почему? Ну, он все время так бахвалился Что он самый такой четкий Так это вам, чтобы Корнелии понравится Пришел последним Чуть не опоздал Может, он сейчас ему сзад наберет Откуда мы узнаем Скорее всего Подожди, а что произошло со всеми меридианцами? То есть три чувака с белыми зрачками пришли И сказали им, что Фобос на самом деле хороший, ребят Все будет хорошо И они такие, да, олдарн, олдарн Да, вот это так работает Да, да, да То есть они сопротивлялись годами, десятилетиями Видели все злодеяния Фобоса И тут три чувака приходят и говорят, ребята, нет, все не так Да И они такие, да, Каллибо, ну, нахер Каллибо Именно так Потому что это меридиан, там отсутствует критическое мышление Ведь появилась новая переменная в лице Эллио Мне кажется, это не потому, что они олдарн, олдарн Он же бросил ему вызов Ну что? А они все силой вымеряют тому, кому будут слушаться Да, почему они вообще решили олдарна слушать? Так, смотри, они не будут олдарна слушать, пока он не победит Саша, ну это же глупость Если он победит и скажет сейчас, все должны суициднуться Они такие, ну он же победил, мы должны его слушать теперь Но это меридиан Ну он говорит откровенную чепуху И они такие, и цуке, если он победил? Да, да, да Ну это, ну, Саша, ну это бред Но это меридиан, там, не, ну, ты, ты видела бланка? Как там, интересно? Да, что-то давно его не показывали В чем приготовил-то? Перестань, приди в себя! И как он так внезапно пришел в себя? Что произошло? Вот что было до этого, аж под что ему мешало И что сейчас произошло? Что его сподвигло на то, что прийти в себя, я не понимаю Ну, наверное, последний момент Ощущение поражения Когда ты перед лицом смерти Ну, может быть Знаешь, когда всю жизнь перед глазами пролетела И ты такой Все равно херня какая-то Ладно, это необъяснимо Это просто мультик Внимание, церемония подписания Какая-то странная Как-то все вот не спланировано Как-то все вот Через жопу Через жопу все сделано здесь сегодня Вылупились они раньше времени Почему? Ну ладно, они вылупляются по команде Там есть какая-то Если до кого-то затронуться, пусть вылупляются все Ну, кстати Возможно, такое есть в природе Один дает сигнал остальным, что можно вылупляться Не знаю как, но это меридиан Здесь все возможно Стражницы просто вмешались в своем присутствии Запустили этот цикл раньше Ну, опять же, да, да Я понимаю, да, да Они не придут, верно? Как я и считал Им всем просто нельзя верить Мир им вовсе не нужен Только твое зерно Вернемся во дворец, пока они не напали из-под тишка Надо признать, Бланк вполне справился с задачей Эй, не захвали его Он пек, а мы спасали восстание Нас чуть не съели Хотя, отведаем мы такое печенье Бланка Ларвики бы нас сразу выплюнули О чем-то? Что у них за вкус? Миссис Никербакер Ей понравится Она же, ну, жирная Отзначая, жрет все что угодно Вот, ну, примерно такие, наверное, впечатлили О, что-то необычное Но впечатляет Ну, жирные они вот такие Ну, может, она сейчас выплюнет Дай досмотрим Как называется? Пицца-сюрприз с шоколадом Интересно О, а это что? Печенье с тунцом Пирог с форелью Пирожный с салом Тот с мешковиной Макароны с джемом Бутерброды с волосами Колбаса чертополохом Сырное мороженое Нас фи С мяту Бланк Печенье с волосами Любое печенье в школьной столовой Они тоже по рецепту бланка готовят Все Так, ладно, все Закончили Все закончилось Блин, а так они тянут Прикол с Элеон Уже хочется, чтобы все это уже Чтобы решилось А ну-ка никак не решается Висит гештальт Который никак на него поглядеть не может И Элеон с каждым днем Все больше и больше начинает Тупить Тупить, да Но опять же У меня вообще ноль к ней вопросов 13-летняя девочка Без критического мышления Под властью абьюзера Все Все сложилось максимально Остается только переживать И родить за то, чтобы Стражницы наконец смогли повлиять На маленького ребенка Хотя сами будучи детьми Интересное противопоставление Но они старше на год За год в этом возрасте Многое, что может поменяться Так, ладно, ребятки Все, посмотрели Это была 22-я серия Будем смотреть 23-ю Что думаете, пишите Все Мы все Больше ничего не скажем Мы все закончили Мы все сказали Все, что мы хотели сказать Мы уже сказали В этом весь смысл Когда ты смотришь реакцию Пока Нечего здесь обсуждать Да, пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok